А вот и победитель в прошлом видео. Он выиграл голдуист. Если ты тоже хочешь выиграть, то тогда подписывайся на канал, нажимай колокольчик, ставь лайк и в комментарии укажи ссылку на свой профиль вконтакте. Огонь скидка на водки.ру Доставай самые крутые премиум танки или 100 тысяч золота всего за 119 рублей. Стань счастливчиком дня и получи 5000 золота бесплатно. Ссылка в описании. Всем привет, друзья, с вами Маракаси. Сегодня я хотел бы показать бой на Объекте 430У. На мой взгляд, это сейчас лучший танк 10 уровня УССР после нерфа Объекта 268, вариант 4. Действительно, машина стоящая и к прокачке я ее рекомендую. И так вот, замечательно, игрок начинает сражение выстрелом по бачату с поджогом на 680 урона. Правда, добрать его не получается. Я решил запилить такой вот боек, хотя в последнее время редко записываю, ну, именно вот конкретно озвучку по каким-то сражениям. Но, если редко можно это делать, радовать вас такими боями, самыми эпичными, конечно же. И пишите в комментариях, нравится ли вам, ну, такие вот бои смотреть эпичные с комментариями или нет. Ну, и к тому же, наверное, уже футбол всех достал, хотя он недавно вышел, но новостей по нему прям навалом и постоянно вся шумиха вокруг футбола. Ну, а как-то другие, в общем-то, всякие идеи, видео, они ушли на второй план. Ну, и поэтому решил обрадовать вас таким вот сражением. Итак, игрок мчится в атаку, он поехал через город и встретил тут уже рядом, можно сказать, с вражеской базой тяжелый танк ВК-168-01. Тут, конечно, тяжику не повезло, ну, зря он сюда, конечно же, поехал, потому что, ну, для объекта 430У с его-то супер броней и мощнейшими кумулятивными снарядами. Это просто мяско, которое можно поедать без какого-либо сопротивления. Даже ни одного хп наш герой не потерял, ну, и потом он проехался еще вперед, опять-таки, вытанковал пару выстрелов. Ну, вот этим и хорош этот танк, что он действительно замечательно бронирован, конечно, не без изъянов, но, тем не менее, танкует он здраво. При этом всем огромное пробитие кумулятивным снарядом. Как вы можете видеть, игрок использует только голду, но это его дело, собственно, потом ему фармить много за то. Но, тем не менее, видно, что чувак играет на результат, на там КПД, на всякие рейтинги и старается запотеть. Продвигается он к вражеской базе. Тут, конечно, стоит отметить, что, ну, довольно-таки, плохо его встречает, не очень радостно. Но я имею в виду, что как-то совершенно без каких-либо сопротивлений игрок продвинулся к вражеской базе. Ну, конечно, он там в такую ямку, можно сказать, в рельеф въехал, и, тем самым, это позволило ему там довольно незаметно к базе, к вражеской подъехать. Ну, а тут он уже старается танкануть своим бортом, который тоже, конечно же, весьма крепкий. Противники окопались, как следовать тут на базе. Игрок решает немножечко с другой стороны их обойти для того, чтобы хоть по кому-то был прострел. Уже 4,5 тысячи урона есть, но, ребята, это только начало. Дальше будет еще интересней и эпиченее. Ну, и вот наш герой подъезжает, занимает удобное место, наносит дамаг по фошу 155-му, прячется за уничтоженного борща. Ну, в принципе, довольно-таки неплохо он смог один раз выстрелить. Ну, а теперь пора бы отступать. Начинается тут погоня за нашим героем. Не только 54-ка гонится, но и другие танки. Поэтому он и останавливается, не останавливается, вернее. И у него, конечно, вариантов тут было, ну, мало. То есть, или оставаться, как-то сражаться в ближнем бою с врагами, что, скорее всего, закончилось бы смертью его. Потому что там все-таки фош Б вроде бы, да. Нет, фош 155-й. И, в общем-то, правильно сделал, что отступил. Хоть и потерял часть ХП в корму. 54-ка ему понастреляла. Ну, а дальше тут фош 155-й. Приехал Каен. Ну, можно их как-то встречать уже. Хотя, конечно, фош опасный противник. Так как у него есть барабан. И каждый снаряд наносит колоссальный дамаг. Но что-то он не рвется особо в бой. Тут помогает союзник. Вроде как на Скорпион-Джи. Издалека он может настреливать. Игрок побаивается того, что сейчас фош выйдет. Поэтому откатывается, видимо, назад из-за этого. Каен подъезжает чуть ближе. Вроде как Скорп должен по нему работать. И да, действительно, кидает он по нему плюху. Тут засвечивается вдалеке фош 155-й. Довольно любопытное решение. То есть, противник решил зачем-то вот эту позицию занять. Совершенно невыгодную. Пытается он оттуда издалека попасть. По нашему герою, у которого только башня торчит. Которая весьма крепкая. Да еще и поди-попади по ней. Ну и наш герой замечательно пробивает сверху вниз. Кумулятивными снарядами француза. Ну и отправляет его в ангар. Замечательно. Дальше можно добрать британца. Но тут проезжал мимо Скорпион-Джи. И, конечно же, игрок не упустил такую возможность. И отстрелялся по врагу. Да, можно пробовать ехать и забирать британца. Но это, конечно, немножечко опасно. Потому что теперь его прикрывает Скорпион. Первый выстрел по британцу не вышел. Снаряд пролетел мимо. Вторая попытка. И опять промах. Прям какой-то невероятно живучий Кэр Нарван он вышел. И, естественно, хочется его добрать. Но еще одно непробитие. Тут игрок, конечно, уже побаивается, что Скорпион будет стрелять. Вот сейчас немножечко он, конечно, опасно поехал. Еще и в засвете. То есть повезло, что Скорпион промазал данной ситуацией. Ну, а тут нужно возвращаться, потому что все союзники умерли. Даже тот же Скорпион, который прикрывал. И теперь предстоит тут встреча с панзерком фаган 7. Немецким тяжелым танком. И Объект 430 дает ему плюху. Сзади снова этот надоедливый Каен, который никак не может в ангар отправиться. Получается замечательно продамажить панзерком фаган 7. Название, конечно, такое длинное у этого танка. Ну, в общем, просто танк 7, можно так сказать. Но начинается между ними тут терки. Но игрок одолевает вверх в данном сражении. Ну, и тут приезжает Батчат 25 тонн. Два раза он нашего героя не пробил. То есть, просто вот я удивился на самом деле. Как же так можно было? Конечно, у Батчата там не лучшая стабилизация. Да и неправильно он поступал. То есть, он мог остановиться и просто в НЛД, я думаю, пробивать. Ну, и получилось, поэтому с ним расправиться. Дальше игрок решает не рисковать. И уезжает он подальше от Борща. Естественно, ну, ситуация такая немножечко патовая. Потому что, как бы, ну, с одной стороны, два танка 8 уровня. Но с другой стороны, это Борщи с довольно... Ну, Борщ и Скорпион. То есть, одно у них орудие, кто не знает. И у них очень мощное вооружение. Поэтому, ну, могут они и замечательно нашего героя пробить и отправить в ангар. А сливать такое сражение, конечно же, не хочется. Но все-таки игрок решил подождать. И оба противника окупились на этот финт. И стали на захват. Что, конечно же, выгодно для Объекта 430У. Потому что он может тут неплохо танковать за счет рельефа. Правда, игрок слишком опрометчиво высунулся. Ну, подставил свой Борщ. Конечно, Борщ тут пробил. Ну, не знаю, почему он так сделал. Тем не менее, Скорпион G тут подставился. Получилось его ликвидировать. И теперь нужно как-то выкуривать Борща. При этом, стоит отметить, что ошибки допускать уже нельзя тут. В данной ситуации ХП уже больше нету для ошибок. И теперь приходится рассчитывать только на свой скилл. Пытается выцелить игрок башню. Борща, но мажет. Борщ там окопался за трупом. И пытается захватить базу. Но, с его стороны, это тоже, на самом деле, глупо. Пытается Объекта его выцелить в очередной раз. И на этот раз успешно пробивает неприятеля. Осталось дать ему всего одну плюху. Снарядов для этого вполне даже достаточно. И, главное, тут не сфейлить. Борщ подставляет свою башню. И все это победа. В принципе, довольно хорошее, такое эпичное сражение. С множеством очень таких запоминающихся деталей. Типа погони. Ну и дефом в конце. В общем, классный бой получился. 12 287 урона. Пишите в комментариях, что вы думаете. Кстати, игрок вытанковал 6440 урона. И, кстати, он получил Колобанова. То есть, прямо такой зрелищный, запоминающийся бой получился. На этом все. Желаю вам удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok